Уважаемые зрители, здравствуйте! Сегодня на канале Заметки Нумизмата я, Алексей Шилыков, автор нумизматического проекта «Полополушкин», продолжу знакомить вас с многообразием типов рублей Петра Великого. И наш третий выпуск цикла мы начнем с монеты, портрет которой в каталогах обозначен как портрет в горностаевой мантии, а среди нумизматов, получивший название «Тигровик». Итак, «Тигровик». Авторство этого портрета принадлежит также Осипу Калашникову. Знак «ОК» в обрезе рукава на большинстве монет этого типа не оставляет повода для сомнений в авторстве, впрочем, как и стиль этого мастера, работа которого сложно спутать с чьими-то другими. Чеканилась эта монета, ну, как и все монеты тех лет в Москве, о чем свидетельствует гуртовая надпись, выглядящая следующим образом «Российской рубль монетного двора». Впрочем, сочетание декоративных элементов между словами, как и грамматика самих слов, имеет множество вариантов. И, естественно, эти сочетания очень интересны с точки зрения коллекционирования. Хотя многие нумизматы-любители зачастую неоправданно мало уделяют внимание гурту. Большинству достаточно, чтобы он не имел следов напаек и более-менее хорошо читался. Вензельная сторона рубля – продолжение традиции 1722 года, то есть крест, сплетенный из четырех букв «П». В большинстве разновидностей «Тигровика» он имеет различия в размерах, в форме корон, венчающих лучи и креста и прочих элементах штемпельного рисунка. Лицевая сторона монеты представлена поясным портретом, обрамленным круговой легендой. Черты лица, контуры головы по исполнению близки и схожи с портретами на более ранних рублях 18-2022 годов. Те же стилистические решения, та же техника. Ничего нового в лике императора не прибавилось, ничего кардинального не изменилось. Но вот все, что начинается от шеи, отличается радикально. И ранее ни на одном «Петровском рубле» не встречалось. Совершенно другой тип одежды. Сложный и насыщенный рисунок с очень тщательной детализацией элементов. Высоко художественно передана фактура ткани и меха плаща. Тонко и четко прорисованы украшения рукава и складки воротника. Грудь государя украшают державный орел, а точнее видимая его половина. Ниже расположен Андреевский крест. И вот на нем, на этом Андреевском кресте, изображенном на самом краю на скате груди Петра, хотелось бы остановиться чуть подробнее. Ведь именно его различия считаются среди нумизматов наиболее важным критерием в оценке редкости и стоимости. Наиболее массово встречается портрет с малым крестом. Среди этих монет довольно много штемпельных разновидностей, отличающихся оформлением круговой надписи, открытыми и закрытыми коронами и прочими особенностями, характерными для всех, без исключения, рублей первой половины 18 века. Да и сами портреты в целом порой имеют серьезные визуальные отличия. Немного иначе проработана фактура мантии, слегка чуть более вытянута шея, немного иная линия складок воротника и вот уже два совершенно не похожих друг на друга портрета. Тигровик с средним крестом довольно редок. Основные отличия в этой разновидности скрыты опять же в украшении круговой легенды. Слова надписи могут быть разделены точками или же розетками. По моим личным наблюдениям, на тигровиках с средним крестом буквы «П», составляющие гензельную монограмму, несколько шире, чем на остальных рублях этого типа. Также весьма нечасто тигровой рубль без Андреевского креста. Причем одна из разновидностей, не имеющая в рукаве знака гравюра букв ОК, является среди всех тигровиков самой редкой. Тот же, на котором знак гравюра имеется, попадается по собственному опыту в одном и том же штемпельном исполнении, что как раз и свидетельствует о реальной редкости монеты, то есть ее чеканили одной парой штемпелей. Наиболее редкий портрет с большим крестом. Конечно, среди рублей с малым крестом и тигровиками без креста есть разновидности редкостью и цены, превосходящие этот тип. Но в тех типах монет также есть и простые, часто попадающиеся рубли, что обусловлено множеством штемпельных вариантов. Большой крест, хотя и отличается иногда между собой, зачастую это результат доработки в процессе чеканки, все же имеет одну основную штемпельную разновидность. Тигровик оставил нам большое нумизматическое наследие в виде вариантов, вариаций, разновидностей, но чеканился он всего лишь год. А на смену ему пришел, пожалуй, самый массовый из всех петровских рублевых типов портрет, который в каталогах обозначается как в античных доспехах, а среди нумизматов получивший короткое и емкое название «матрос». И действительно, наряд Петра на этой монете напоминает матроску с характерной узнаваемой формой ворота. Что мы знаем об этой монете, пожалуй, самым распространенным участком рубля Великого Петра, и какие интересные особенности и разновидности, отличия встречаются в данном типе, попробуем с вами разобраться. Этот портрет впервые появился на рублях, как мы уже выяснили, в 1723 году и чеканился до самой смерти Петра, параллельно с остальными типами, выходящими с монетных дворов Москвы и Петербурга в то время. Авторство портрета принадлежит, опять же, Осипу Калашникову, хотя ранее считалось, что ОК – это инициалы немецкого медальера от Фрида Кеннига, что, в принципе, возможно и не лишено права на истину, и требует и по сей день глубокого изучения и анализа. Выполненный в лаконичной и достаточно строгой форме, в строгом соответствии с канонами и стилистикой, принятыми и действующими в то время Европе, техника исполнения этого портрета все же по-своему самобытна и оригинальна. Петр Алексеевич предстает перед нами довольно молодым, хотя к началу чеканки этого типа, то есть к 1923 году, ему было 50-51 год, взгляд императора на Манинде прям и горд, голову украшает лавровый венок – типичные атрибуты, символы власти. Правители, увенчанные им, кстати, изображались художниками, скульпторами и гравюрами с античных времен. Да и вообще эстетика монетных изображений Европы в целом, в России в частности, берет свои истоки в культуре Древней Греции и Древнего Рима. Одеяние Петра выполнено в стиле античных доспехов, покрытых складками плаща. Складки эти на разных монетах могут иметь различия в расположении и в форме. На груди видны головы гербового орла, обрез рукава короткий, под ним, в зависимости от разновидности, могут располагаться инициалы гравюра ОК. Круговая надпись «Легенда вокруг портрета» гласит «Петр А. Император» и «Самодержество Сироссийский». Надпись эта, и это очень важно и интересно с точки зрения нумизматики, может существенно различаться, имея разные варианты написания, вида шрифта, наличие и отсутствие точек в промежутках между словами. Это явление обусловлено тем, что на штемпеле с портретом, вензелем, гербом надписи не вырезались целиком, а набивались побуквенно, пункционами. И набивали ее под мастерья люди зачастую малограмотные, из-за чего и возникали казусы в виде ошибок в словах, перевернутых в буквах и прочем. Некоторые варианты надписи «Легенда» чрезвычайно редки и высоко оценены в нумизматических каталогах. Один из ярких примеров необычного исполнения круговой надписи – замена буквы «И» и буквы «Н», причем во всех словах легенды. Реверс этой монеты вензельный, как и все рублевые монеты чекальные после 1722 года. Он представляет собой ставший уже классическим переплетением четырех букв «П», образующих крест, и расходящихся лучей из буквы «Ай» императора. Каждая оконечность креста увенчана императорской короной. В центре расположена дата – год чеканки. Эта сторона также имеет круговую легенду. Она гласит «Монета новая, цена рубль». И, конечно же, здесь, в этом изображении, тоже отыщется много разновидностей, причем очень и очень различающихся между собой. К подетальным разновидностям можно отнести различия изображения корон, варианты шрифтов цифр года, круговой надписи и ошибки в них, отсутствие наличия точек в лучах буквы и другие не столь заметные, но важные для нумизмата исследователя моменты, расходящиеся в исполнении на монетах, изготовленных разными штемпельными пар. Глобальное и самое явное различие в исполнении вензеля этой монеты можно увидеть, сопоставив рубли 1723 и 1724 года с рублем 25 года. Этот последний год чеканки отличается исполнением букв П в сплетении вензельного креста. Каждая оконечность буквы в этом типе имеет фигурные барашки-завитки, придающие изображению пышность и вычурность. Этот тип вензеля классифицируется как украшенный и выгодно отличается по красоте исполнения от предшественника, выдержанного в строгих штрихах и лишенного какого-либо убранства. Гурт монеты имеет надпись «Российский рубль московского двора» номер 9 по классификации Узденникова. Здесь также встречаются варианты, различающиеся написанием, оформлением и наличием ошибок в словах. И все эти крупные и мелкие разновидности аверса, реверса, гурта монеты, встречающиеся в многообразии сочетаний, дают поистине огромное количество интересных, важных и значимых вариантов как для коллекционеров-любителей, так и для профессионалов-нумизматов, изучающих технологию монетного дела и историю денежного обращения нашей страны. А теперь мы перенесемся в Санкт-Петербург в самые последние годы правления Петра Алексеевича и расскажем о самом последнем рублевом типе великого императора. Мечтой Петра I было устройство новой столицы монетного двора. Было закуплено оборудование в Европе, было найдено на первое время место под производство, но все шло медленно, не так как хотелось скорому на дела великому царю. Многие обстоятельства и причины были помехой для начала слаженной и сложной работы. Очень интересно и подробно об этом, да и вообще о становлении монетного дела в Питере в целом пишет Смирнов в своей книге со знаком СПБ. Очерки истории Санкт-Петербургского монетного двора 1724-1994 годов. Издание Современник, 1994 год. Настоятельно советую, кстати, к прочтению. И вот все же настал наконец тот день, когда свет увидел первый рублевик отчеканенной в Санкт-Петербурге. Это случилось в 1724 году и это был знаменитый солнечник. Автором портрета, а точнее двух, стал иностранный мастер, датский гравер Антон Шульц. Не похоже ни на что ранее исполнено, эти портретные типы поражают наличием огромного числа мелких элементов и детализации. Первый и наиболее редкий тип в наплечниках, второй более распространенный с рукавом. Обратная сторона этой монеты, уже знакомый нам по московскому матросу Работа Калашникова, вензель из переплетенных букв П и букв И, расходящихся в сторону лучами. В середине монограммы Солнце, иногда внутреннего крест, от которого, собственно, и пошло прозвание монеты Солнечник среди коллекционеров-нумизматов. Интересная особенность, соосность абсолютно всех без исключения Солнечников имеет отклонение в 15-20 градусов. Самым главным минусом этой монеты является, увы, исполнение. На Петербургском дворе не было оборудования для изготовления монетных заготовок. Вопрос решился просто. Вспомнили опыт давно минувших лет и взяли за основу европейские талеры, которые и начали перечеканивать в рубли, как в далеком 1704 году. Что, в общем-то, не пошло на пользу для монеты. Будь она чеканена изначально на родных чистых кружках, заготовках, качество изображения было бы намного, конечно же, лучшим. Именно благодаря перечекану мы часто наблюдаем на солнечниках неровное поле с едва видимыми посторонними контурами. Очень часто сталкиваемся с невнятным прочеканом, и именно поэтому монета имеет такой слегка расплющенный вид и большой диаметр. Прошу заметить, теория производства Солнечников из европейских монет принадлежит также Смирнову, тому самому автору книги под знаком СПБ, и я склонен ее поддерживать. Хотя есть мнение, что Солнечники чеканились на новых чистых кружках просто более примитивного изготовления. Каждая версия имеет право на существование, однако я убежден в технологии перчекана, на что имею огромное количество доказательств. Разновидностей у этого рубля, как значимых на плечниках или без знака СПБ в обрезе рукава или под портретом, большая голова, малый крест, так и мелких штемпельных великое множество. В своем каталоге Михаил Дьяков выделяет 14 основных портретов в 1924 и 27 портретов в 1725 году. Это не считая разновидностей вензельной стороны и их сочетаний, что, согласитесь, открывает для нумизмата целую тему, целое направление для коллекционирования. Поставить цель собрать все Солнечники – дело не из легких. Что ж, денежная реформа Петра Великого началась с чеканки рублей на талерах. Его последние прижизненные рубли, по иронии судьбы, изготовлялись также. Но между первым рублем Алексеева и последним Петровским рублем Солнечником лежит целая эпоха. Эпоха Великого Царя, эпоха Великих Дел, Великих Свершений. Это было давно, заря 18 века. Так далеко, если смотреть на календарь, и так близко, если смотреть на планшет с монетами с галереей портретов самодержности российского Петра Алексеевича. Не прощаюсь, впереди еще много всего интересного. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!